На чём сегодня общаешься, какие темы поднимаешь? Политика и старая война. А конкретные темы есть у всех сегодня? Никогда нет. Никогда нет? Да. Понятно. Как ты относишься к тому, что у вас этих заключённых начали призывать? Давно пора было. Давно пора было? Да. Нужно понимать, что это же, в отличие от вашего непонятно чего, где непонятно на каком основании им выдавалась амнистия, непонятно по каким приказам, и мобилизировали насильников убийств, то есть по сути там определялось только, как он говорил, покойный пригожин, только не наркоманов. У нас чётко прописан закон, что продолжается амнистия согласно указу президента, подписанному Верховной Радой проголосовано, согласно которому непосредственно есть перечень тех, кого не мобилизируют. это как раз те же самые убийцы, насильники, госизменники и так далее. Поэтому вполне нормальная практика тех, кто желает, проходят собеседования. А когда они у вас демонизацию будут проходить? Насколько их на фронт будут забирать? Да, окончание боевых действий, только я знаю. Я не особо вчитывался в этот закон по поводу сроков, потому что я же… Подожди, 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 подожди литераторик. А чё ты говоришь, что у вас война? У нас нету прописанного в Конституции объявления войны. У меня вопрос такой тогда. Если ты считаешь, что у нас не война… Нет. Подожди, подожди. Я тебя услышал. Тихо, тихо. А, прошу. Ты ответь. А с чего ты взял, что у тебя в стране война? Как ты это понял? Я же пытаюсь тебе ответить. Как ты это понял? Давай. Я же тебе пытаюсь ответить. Смотри. Отвечу тебе по такому примеру. С 45-го года были какие-то войны? Нет, ты не уходи в темы. Нет, это… Погоди. Нет. Подожди. Стой. Не уходи от ответа. Не ухожу. Не уходи от вопроса. С чего ты взял, что у тебя в стране война? Это же есть ответ. Как ты это понял? Как ты это понял? Я же тебе объясняю. Смотри. Я тебе объясняю. Смотри. По твоему мнению, по твоему мнению, с 45-го года были какие-то войны? Зачем ты уходишь в 45-й год? Я говорю, как ты понял то, что у тебя война в стране? Это и есть объяснение. С 45-го года были какие-то войны? Как ты думаешь? Где? В какой стране? В какой республике? Ну, к примеру, Вьетнам. Это война была? Причем тут Вьетнам? Пример. Война во Вьетнаме – это была война? Для кого? Ну, во Вьетнаме это была война? Нет. Почему? Войну никто не объявлял. То есть, по-твоему, война – это когда такое объявляют войны? Последний раз войну объявили в 41-м году. Кому? Официально. Советскому Союзу. Советскому Союзу не объявляли войну? Нет, не объявляли? Угу. Нет. А что там было тогда? Разорвали экономические и дипломатические отношения, но войну не объявляли. А, никто, да? Нет. Получается… Никто не отправлял, и войну никто не объявлял. Нет, погоди. Письмо было, но это была декларация о прекращении взаимоотношений. Войну никто не объявлял. То есть, получается… Смотри, я сейчас пытаюсь понять. Получается, по твоей логике, если никто никому… Если не объявляют войну, значит, войны нету. Правильно? Я тебя понимаю? Ты, я так пытался подвести меня. В 41-м году войну объявлял? Нет. Получается… А, никто не объявлял. Получается… То есть, в декларации это не есть объявление войны, правильно? В декларации должно быть указано, что объявляют войну, правильно? Что такое декларация? Погоди, ты с темы соскакиваешь. В декларации… Я не соскакиваюсь, а ты кто-то убежал с темы. Должно… Написано, что объявление войны есть, это объявление войны. Что такое декларация? Документ такой. В декларации должно быть… Что такое декларация? Документ такой. Это понятно, что документ. Что такое декларация? Документ такой. Рекомендательный. Правильно? Это рекомендация. Правильно? То есть рекомендуют... Это когда кучка людей собралась и вынесла декларацию. Это резолюция. Это резолюция. А, это резолюция. А декларация что такое? Это документ такой. Что он несет под собой? Юридическую силу. Какую? Обычную. Чувак, ты с тем и сошел. Соберись. Соберись. Да я с тобой, да-да-да. Соберись. Смотри, вот та нота, давайте по-простому, что тебе было проще. Нота, которую отправили немцы Советскому Союзу, когда обменялись послы. Один посол в Германии вручил послу Советского Союза в Берлине. А кто первую ноту отправил? Другой посол... Не перебивай меня. Не перебивай меня. Другой посол... Нет, ну, я детали сдаю. Кто первую ноту отправил? Немцы. Та самая нота, та самая нота. Если это есть объявление войны, там должно быть сказано, что есть объявление войны. А что там написано вот уже в этой декларации? Там не сказано, что объявляют войну, это самый важный момент. А что там написано? Что Советский Союз ведет антинемецкую политику, поэтому они развивают взаимоотношения. Так и написано, да? Ну, только не охренеть, по-другому. Ага. Ага. Поэтому я пытаюсь понять. Ты меня перебиваешь. Я пытаюсь... Я пытаюсь на протяжении трех минут и пытаюсь один вопрос задать. Ты меня перебиваешь. Ага. По твоей логике война только когда объявляют войну? Ну, война это по факту юридически, да. Война это когда, по твоей логике, это когда объявляют войну? По факту, по факту, по факту, да. То есть, получается, Великой Отечественной войны не было? Я тебе говорю, после 41-го года никто не объявлял войну. Так, погоди. Получается, по этой логике, если по твоей логике, это твоя логика, я, конечно, с ней не согласен, но ладно. По твоей логике. Если никто никому не объявил войну в соответствии с этим, значит, нету войны, правильно? Где войны нет? Ну, если войну не объявляют, значит, войны нету? Нет, для вас это может быть война. Мы не про нас, мы в целом говорим сейчас. Нет. Вы, украинцы, говорите, что у вас война. Остановись! Для нас это не война. Ты с тем исходишь. Я не ухожу из темы, с чего ты взял? В твоей логике, если войну не объявляют, значит, по твоей... Вот по твоей логике, если войну не объявляют, значит, войны нету? Да или нет? Для нас нет войны изначально. То есть, погоди, я не права. У нас это специально... Подожди, подожди. Давай опять-таки логику. А то, кто вас объявил? А то, кто вас объявил? Мы сейчас не про то говорим. Мы сейчас не про то говорим. Вы с какого года воюете с Россией? Остановись, чувак. Ну не уходи из темы. Классная тема ж. Чё ты ушёл? Тебе она неудобна, эта тема? Это ж твоя тема была. Она тебе была неудобна? Нет, это ты на тему перескал. Да мы говорим про войну. У нас с тобой тема, чувак. У нас с тобой тема. Есть война или нету? Вот я тебя пытаюсь понять. По твоей логике. Для нас войны нет. По твоей логике. Я пытаюсь ответить на вопрос. По твоей логике. Если войну... Я тебе уже ответил. Я тебе уже три раза ответил. Да, я тебе задам вопрос. По твоей логике. Ты уже задал вопрос. Какой я вопрос тебе задал? Давай по-другому. Есть у нас война или нет? Нет, я не этот вопрос задавал. Ты просто юлишь вокруг да около. Я тебе конкретно... Я не этот вопрос задал. Я не этот вопрос задал. Мы против вас не воюем. Мы проводим специальную военную... Я не этот вопрос задал. А, то есть ты всё-таки задал вопрос? Я не этот вопрос задал. А, ну ты знаешь, ты всё-таки задал. Но не этот вопрос я задал. да но не этот по твоей логике если войну не объявляет и мою логику не трогай не надо мы уже остановить как ты считаешь как ты считаешь как ты считаешь как ты считаешь если на вопрос задам пока ты не ответишь на него я не отстану как ты считаешь как ты считаешь если войну не объявляет это не война для меня нет то есть соответствие с этим великой отечественной воды не было было великой отечество или нет да было кто кому войну объявил германию не объявлял нет она ими где объявила войну нет я не я вот эти игры не вы сами там украинцы ищите документ с чем прим не покажет документ я не буду ничего показывать и сам не можешь говорить как угодно но я тебе не буду никакие документы искать я вот эти игры я уже закончил играть вам давай показывай показывает а вам все равно вот самый ищи какие-то документы интересуют понял свои публики так смысле я уже нашел что войны не было молодец ищи стрим ведешь смотри кто такой левитан знаешь левитан да слушай так если знаешь что-то правительственное сообщение граждане и гражданки советского союза сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы что он сказал бюджен и советского союза сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны так как получается если бы если советскому союза германия не объявляла войну получается войны не было не объявляла нет речь левитана речь левитана записано было спустя шесть часов спустя пять или шесть часов после того как немецкие войска зашли на территорию советского союза а объявления войны не было так поэтому германия напала без объявления войны ну да объявление она потом нет не давала его войну хочешь тебе ноту открою нет подожди ты опять таки ты ты откуда взял информацию то что левитан зачитал эту речь через шесть часов очень 6 часов ты только что там это сказал то что левитана хочешь тебе ноту открою хочешь тебе ноту открою не надо всем не убегай где ты где ты прочитал информацию что левитан зачитала в один из часов через шесть часов соли танк почитал я в один из часов утра я тебе не про время просчитывать ну я посчитал 4 плюс 6 плюс минус 10 часов получается 10 11 а по какому времени по московскому по московскому хорошо тебе прочитать ноту учебника в учебниках по истории второй мировой я почитать их учебник каких ваш украинских может школьных российских ваших украинских и тигры школьных российских мне история россии за десятые за одиннадцатый класс по мединскому для учеников российской федерации можешь пример это почитать тебе почитать ноту давай так я буду сейчас читать ноту который этот посол вынес вниз когда ты услышишь там слова война ты меня остановишь договорились по получении этой телеграммы все же формы на материал должны быть уничтожены радио должно быть выведено из строя было бабло советский пост бред в берлине получает в этот же час от имперского министра иностранных дел меморанды с подобным перечислением фактов кратко суммированных ниже первое в 1939 году имперское правительство отбросил все серьезные препятствия являющиеся следствием противоречия между национал-социализмом и большевизмом пыталась найти советской россии взаимопонимание по договорам от 23 августа и 28 сентября 39 года правительство рейкосты общую переориентации своих своей политики в отношении ссср и с тех пор занимала по отношению советского сезон дружную позицию эта политика доброй воли принесла советскому союзу огромные вы выгоды ничего нету вскоре после заключения германо-союзных заговоров возобновил свою подырную деятельность против германии комминтер за части официально советских представителей оказывающих ему поддержку крупных масштабах проводился открытый саботаж и связана с ним подготовка шпионажа политического и экономического характера в дипломатических и военных сферах как стало очевидно ссср вопреки сделанным по заключениям доковрам декларации о том что не желает большевизировать и аннексировать страны входящие в него сферы интересов имел цель расширения своего военного могущества в западном направлении везде где-то казалось возможным когда германия с помощью венского арбитража 30 40 года урегулировал кризис в юго-восточной европе явившийся следствием действия ссср против румынии советский союз выразил протест заняться интенсивным военным приготовлением во все сферы заключением советско-югославского договора дружбе 5 апреля этого года укрепившего тыл белградских заговорочек сср присоединился к общего англо-югослава греческому фронту направлено против германии эта политика сопровождалась постоянно растущая концентрация всех имеющих наличие русских войск на во всем фронте от балтийского моря до черного моря против чего лишь несколько позже германская страна приняла ответные меры сумерия вышесказанное имперское правительство заявляет что советское правительство вопреки взятым на себя обязательством не только продолжала ноль усилила свои попытки подорвать германию и европу вело все более и более антигерманскую политику с рта чего на германской границе все свои войска в полной боевой готовности таким образом советское правительство нарушил договоры с германией и намеренно стыла атаковать германию в то время как она борется за свое существование фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющиеся в их распоряжении средствами конец декларации все где это объявление войны что угрозу что угрозу еще раз перечитай что лично что ну для себя лично ты протараторе протараторе они где здесь война была описана причем тут война ты мне за сейчас сказал что войны нету твои слова твои слова это политика это политика кто тебе напрямую скажут что что войну объявляет а то есть война есть между россией и украиной кто что прямой скажет что войну объявляет хотя бы найди мне одного политика за хотя бы 500 лет то есть получается а гитлер такого одного политика рузвельт черчилля войну рузвельт германии италии и японии конце сорок первого года с концессор первого года декабря 27 по моему а что там потом произошло нет до этого произошло нападение на перл харбор а потом они объявили войну ничего воевались на германии италии империотической японии она первых арбов почему напомню так как это касается наша тема ну ты не спросил что до этого на первых арбов был налет после чего после какого инцидента после того как они стали помогать кто саму советскому союзу также кто соединенные штаты соединенные штаты актона на первых арбов по налет сделал японцы то есть японцы были против советов и штатов правильно понимаю нет японцы были за гитлера они были в калиции с гитлером до страны оси слышала таком до италия япония и германия а кто в каль а кто в калиции с гитлером был еще есть только что сказал еще коалиция всего три государства было франция нет это не было колец во первых франция не считалась коалицией коалиция состояла из японии италии и германии франция пошла на советский союз нет в калиции германии не было традиция италии панاطема отошли техия пошла мы отъемо начали пошло мы отъема отошли но у нас тема какая была германия у нас тема какая было у нас тема какая была ты просто пошла тема мы эта тема обсудим просто мы ушли от темы ты не сказал сначала смотри твой это из был что война войнаdert идет, только когда объявляет войну. Потом, спустя 20 минут разговора, плюс-минус, я не фиксирую этот момент, ты сказал, что никто не говорит об объявлении войны, политики не говорят об этом войне. Но потом оказалось, что все-таки объявление войны было, но с Соединенными Штатами. То есть, получается, сейчас я договорю. То есть, получается, по твоей логике, получается, по твоей логике, между Россией и Украиной идет война, потому что политикой просто не будут говорить, что это война. Для вас. Для вас эта война так война идет или нет а для советского союза была война мы же начали разговор про россию украину как и так война идет или нет для вас для вас для нас нет а почему у вас военное положение объявлено объявлено белгородская курская брянская автономная республика крым нет да проверяй путин кто у нас кто у вас президент с у нас нет ни комендантского часа в крыму ничего но вот такое военное положение у вас сейчас путин объявил а что давай доверяй номер документа номер проверяй я тебе уже тысячу номер документа номер я тебе уже миллион документов открыл если ты хочешь перепроверить объявлено ли курской белгородской в брянской и так далее областях военное положение ты можешь сам перепроверить это открыть и ознакомиться еще раз чувак я тебе открывал кучу документов ты пытайся с темы максимально слезть ты все это темы пытайся максимально слезть ты прыгаешь бегаешь как просто очень смешной поэтому если ты хочешь что-то открыть то открывай у меня к тебе вопросики есть маленький как можешь ответить на него давай какого числа каком году закончилась вторая мировая вторая мировая да сентябре месяца а какого числа если я не ошибаюсь в одиннадцатого кажется одиннадцатого чего я живу в сентябре не помню числа какого числа не помню что я говорю 30 а советский союз участвовал там в окончании второй мировой до японии ты имеешь да да зачем он там делал так что он там делал что он там делал ладно ладно давай после нормальный вопрос последний вопрос сколько будет 7 на 13 а уже до этого до давайте скажу 3 надоел